российский диктатор устроил очередной обширный долгий и скучный сеанс лжи и усиленной пропаганды путин выступил перед сборищем своих служак федеральным собранием он снова соврал что войну в украине спровоцировал запад запад спровоцировал конфликт на украине на ближнем востоке в других регионах мира и твердо заявил о намерении продолжать войну против украины как ни странно назвал войну войной прокомментировал и последние дискуссии наших союзников относительно отправки собственных военных в украину конечно же прибег громким угрозам но мы помним судьбу судьбу тех кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны но будем откровенны после всех военных преступлений совершенных путиным вряд ли кто-то воспримет эти угрозы на это очевидно очень болезненная тема для российского лидера а по совместительству военного преступника но никак не отпускает поэтому и лжет он об этом оборонном блоке с особым цинизмом так например сказал что швецию и финляндию втянули в нато хотя напомню обе страны после полномасштабного вторжения рф в украину по собственной очень настойчивой инициативе самом быстром режиме присоединились к нато путин раньше отмахивался от этого факта особенно в контексте того что войной против украины он стремился остановить расширение нато а получил обратное а вот теперь через два года смог отреагировать мол рф укрепит войска на границе со швецией и финляндией но на фоне всех угроз путин вопреки всякой логике настаивает что планы напасть на нато это якобы бред теперь вот без всякого смущения заявляют что россия якобы намеревается напасть на европу но просто мы же с вами понимаем это несут бред просто какой-то а чтобы еще больше подчеркнуть все логичность добавляет что при этом россия может ударить в ответ если полномасштабное вторжение своих войск на нашу землю он считает ответом то все в европе вдруг кому-то это еще не ясно стоит быть готовым к войне в любой момент они должны в конце концов понимать что у нас тоже есть оружие да знают об этом сейчас только я сказал тоже есть оружие которое может поражать цели на их территории а раз уже начали об угрозах то конечно и это выступление путина не обошлось без ядерного шантажа состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы то что мы планировали в сфере вооружения о чем я говорил в послании 2018 года все сделано или завершается эта работа на самом деле готовность ядерных сил россии под большим вопросом военные аналитики в один голос отмечают что десятки лет ядерные комплексы не проходили необходимой профилактики и никто не знает как они сработают и сработают ли вообще если хозяин кремля все-таки решится нажать ту самую красную кнопку кремлевский клоун прошелся и по внутренним вопросам россии как неудивительно просчитался в подсчете живущих нищете россиян говорит что за чертой бедности проживает 13 с половиной миллионов граждан и даже это количество ошеломляет ведь путин метит быть царем сверхдержавы а получается что 13 с половиной миллионов людей то есть фактически количество людей которое может быть населением целой отдельной страны живет в путинской россии в нищете в бесчеловечных условиях в долгах не доедает не знает чем заплатить за коммунальные услуги но на самом деле путин умаляет даже официальную статистику российской федерации ведь его роста заявил о 15 миллионах нищих россиян что конечно же тоже может быть уменьшенным показателем так что царек на самом деле вместо сверхдержавы возглавляет страну нищих но больше всего насмешил бункерный дед своей философией о российской элите то слово элита во многом себя дискредитировала теми кто не имея никаких заглух перед обществом считает себя какой-то касты с особыми правами и привилегиями особенно имея ввиду тех которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов вот они точно не элита повторю подлинная настоящая элита это все кто служит россии странно слышать от владельца нескольких самых дорогих яхт мира многих дворцов имений и одновременно человека который десятки лет не имел отношения к бизнесу а только ко власти слова а те кто нажился или украл у россиян напомню что экономисты политологи считают путина самым богатым человеком в россии и одним из самых богатых в мире вот только деньги путин хранит особым образом распихав их по своим карманным олигархам ну а те кого путин на фоне сколотивших в 90 свой капитал называет элитой вообще не выдерживают никакой критики российское издание важной истории собрала новости за последнюю неделю февраля с участием этой самой элиты ветеранов путинской войны так вот несколько оккупантов в разных частях российской федерации придя домой засветились в изнасилованиях детей в кражах в грабежах и это сообщение буквально одной недели ну как говорится какой лидер такая и элита